Я приветствую вас, уважаемые зрители, на завершающем видео, посвященном обзору конфигурации компании 1С. Осталось еще очень много отраслевых конфигураций, но отраслевых конфигураций в наших обзорах принципиально не будет, потому что они у всех свои, каждый там внедряет уникальную, они часто дорабатываются. Я хотел вам кратенько рассказать о типовых. Последней типовой конфигурацией, которую мы рассмотрим, является 1С документ оборот, версии Corp. Я о нем говорил, говорил о нем, если мне не изменяет память, видео, которое было по поводу организации документа оборота, именно хранения архитектурной информации, поэтому я на этом даже остановлюсь. Итак, нажимаем на точечки, и что мы перед собой видим? Перед собой мы видим первичный рабочий стол, он нам сейчас не тот сильно интересен. Я хочу вам сказать, что данная конфигурация реализует ряд больших системных функциональностей. Первая – совместная работа. Я не буду подробно не останавливаться, просто возьмите BITREX24. Здесь у нас система управления задачами, система управления проектами, соответственно, план графики работ и так далее, и тому подобное. Вот, например, мой календарь. Здесь у нас на месяц можно себе что-то поставить. Здесь можно поставить на какое-то время. Опять же, поставить задачу, повторение. Но, по сути, это продвинутый, мегамощный задачник к себе и другу. Вот, те же самые управления мероприятиями и так далее, и тому подобное. В общем, мероприятия, задачи, все, что реализует BITREX24, как система для совместной работы. Даже в форме есть. Учет рабочего времени. Если у вас грамотно поставлена работа, грамотно внедрен блок совместной работы, то, соответственно, вам не составит никакой сложности формировать ежедневный отчет для своих руководителей, ну и, собственно, руководителю видеть ежедневные отчеты подчиненных о проделанной работе. Нормативно-справочная информация. Ну, как всегда, НСИ. Процессы. Один из документов оборот является конфигурацией Workflow, то есть конфигурацией для автоматизации движения документов по компании, согласований, утверждений, запусков в работу и так далее, и тому подобное. А теперь самое интересное. Документы и файлы. Зайдем сюда. Документы внутренние. Соответственно, всю эту структуру вы можете создать так, как необходимо вам. Здесь вы создаете архитектурный репозитарий, плюс, благо, каждой папке можно без каких-либо особых, ну, с моей точки зрения, да, сложностей настроить соответствующие права, вот, правила автозапуска процессов. Если, например, у вас внесли изменения какие-то в этой папке, вы, соответственно, можете что? Внесли изменения, например, запускать автоматически перед согласованием. Здесь у вас хранятся документы, здесь у вас хранятся регламенты, да, соответственно, внеся изменения в регламент, вы можете что автоматически, что вручную, например, запустить переознакомление с этим регламентом, и так далее, и тому подобное. Крайне удобно создать здесь, еще раз говорю, архитектурный репозитарий, в котором будут храниться ваши матрицы, ваши каталоги, ну, то бишь, таблицы, да, и, собственно, регламенты, стандарты и положения. Все, как я рассказывал. Повторюсь, 1С документа оборот имеет поистине, наверное, самую продвинутую систему прав. Я ее вам сейчас быстро не смогу показать. Она очень и очень и очень велика, да, система прав. Тут у нас и делегирование прав, тут у нас и роли, и так далее, и тому подобное. И конца и края этому нет. То есть можно настроить практически все, что угодно. Например, право одного человека заходить в папку и читать документы, право другого человека создавать документы, право третьего человека изменять документы. Кто входит в группу, какие множества, какие подможества, кто какие документы видит, можно настроить право на отдельный документ, право на папку, в которой живет документ. В общем, обратной стороной всей этой гибкой, мега-гибкой системы является то, что все это надо уметь настраивать. Именно поэтому существует отдельный блок обучения по 1С-документу оборотов, существует отдельный экзамен по 1С-документу оборотов, сдача которого подтверждает, что вы оснакомились с типовым функционалом соответствующего возраста. В принципе, на этом все. Этим мы заканчиваем наши обзорные пробежки по конфигурациям от компании 1С и полномерно возвращаемся в 1С ERP, в которой я тоже покажу вам несколько достаточно быстрых обзоров, потому что по ним были вопросы. И мы с вами начнем рассматривать контрольный пример по производству. Вначале простому, затем более сложному, более сложному и более сложному. По большому счету я постараюсь в 1С ERP снова реализовать то, что я реализовал раньше, всячески объясняя, что и с чем там связано, для того, чтобы еще раз ради неба не переписывать все, что я перепишу сейчас в 1С ERP. Релизы будут меняться. Если у вас есть вопросы, пишите. Я консультирую на самом деле и по 1С ERP, и по бизнес-архитектуре, и по другим моим компетенциям. Пишите. Но переписывать, повторюсь, каждый раз, каждый вышедший 2.4, 2.4.6, 2.5, это просто не смешно. У меня физически нет столько времени. На этом еще раз спасибо за внимание. До свидания.